Пророк, мир и благословение Аллаха ему и его семейству, сказал про увиденное им. Когда к нему пришли два ангела, «Я видел мужчину, которому разрезали углы рта до самого затылка, а также его ноздри до самого затылка, его глаза вплоть до затылка». Когда он спросил, почему с ним так поступают, что ему после этого ответили? Ему сказали, этот мужчина произнес один раз ложь, которая после того, как ее переняли от него, распространилась по свету. Так же, как кто-то записывает здесь ложь, которую доносят до чащ Африки, гор Индонезии и улиц Нью-Йорка? Они сказали, возможно, здесь подразумевается интернет, который сегодня имеется. Сейчас кто-то из нас, если солжет, в WhatsApp, это получит кто-то из тех, кто был отправлен на учебу в Америку, а он, в свою очередь, отправит это другому поехавшему учиться в Британию, а он кому-то из тех, кто работает у них, а этот работник перешлет это своим родителям в Индонезию. Вы видели мобильные телефоны, которые находятся в наших карманах? Они могут стать одной из причин мучительного наказания в могиле, потому что если ты приведешь вымышленный хадис, который прислали тебе на телефон, и ты, в свою очередь, переслал его другим, ты будешь нести ответственность того, кто привел ложь, которая распространилась по свету, а наказанием за него, просим Аллаха уберечь нас, может стать разрезание уголков его рта до самого затылка. Значит, пророк, мир ему и благословение, Аллаха упомянул, что есть вещи, бывшие не под силу понять даже сподвижникам, которые должны произойти в будущем. Более того, пророк, мир ему и благословение Аллаха однажды в Медине, поднялся на одну из крепостей и сказал, «Видите ли вы то, что вижу я, как искушения проникают в ваши дома, подобно дождю с неба?» Некоторые мухаддисы, комментируя этот хадис, сказали, что, возможно, имеется в виду спутниковое вещание, потому что оно идет через искусственные спутники, находящиеся в небе, сверху. Таким образом к людям спускается зло. Запрещенные фото, песни, фильмы, ложь, обман, клевета, лесбиянство, прелюбодеяние, мужеложество. Скажи, ради Аллаха, разве не зло, когда женщина предстает голой? Разве это не зло? Наличие целого канала вещающего колдовство, целого канала пропагандирующего атеизм, целого канала, который призывает к ширку, преданию сотоварищей, показывающего целый фильм, в котором от начала и до конца христиане входят в место, где находится крест, и просят у него благословения в то время, как наши домашние смотрят это. Разве это не зло? Даже назидание оставили. Почему мы оставили назидание? Он отвечает, я смотрю его по спутниковому каналу, я смотрю его в WhatsApp, я посмотрю его по воле Аллаха в YouTube, там тоже скоро выйдет. Мы оставили даже путешествие к религии и проделывание пути из домов в мечети. Приходи на лекцию, будет лекция. Он говорит, я не нуждаюсь в лекции, я посмотрю ее завтра в YouTube. Даже мечети оставили в бездействии. Никто не хочет присутствовать. Приходит один из шейхов, от которого сотрясалась земля, знание, знание, поклонение, сильная вера. Он приходит, а на его лекцию приходят всего 10 человек. Почему? Все они увидят твою лекцию в YouTube. Да удлинит Аллах твою жизнь, о шейх. Таким образом оставили поездки за знаниями, жертвования, собрания, на которых говорится о вере. Все это по причине опасности, которую представляют средства связи, неразлучного пребывания с ними и привязанности к ним. Значит, дорогие братья, эта технология, с которой мы обращаемся, представляет опасность, большую опасность, клянусь Аллахом. Нельзя попустительствовать в отношении нее. Сколько же религиозных людей повернули вспять по причине нее? Сколько же призывавших оставили призыв из-за нее? Сколько же тех, кто потуплял свои взоры от запретного? Если бы мы вывели кого-то сюда и потребовали у него на этом стуле поклясться Аллахом страшной клятвой, спросив, каким ты был сегодня? Клянусь Аллахом, никто из нас не смог бы уберечь свой взор от просмотра запретного. И я сам первый среди вас по причине этих средств. Ты открываешь что-либо, чтобы поискать информацию по какому-то вопросу. Сразу же всплывает тебе какая-нибудь картинка. Мы не нуждаемся в этом. Однако интернет — это то, что заставило тебя увидеть это. Поэтому Хузейфа сказал, близко то время, когда на вас польется зло с неба. И оно достигнет даже Фаяфи. Люди спросили, а что такое Фаяфи? Он сказал, безводная земля. А сегодня где ты можешь встретить спутниковую тарелку? В палатках. Так или нет? Сегодня спутниковая тарелка добралась до пустыни. Возможно, это и подразумевается. Это и есть зло, которое льется с неба. Возможно, это и есть грязь и нечисть, которую мы видим сегодня на экранах.